МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствуют новости на телеканале Грудно+. В студии Наталья Дзюрт. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. В городе пошел первый снег. Специальная техника по расчистке и посыпке дорог заступила на дежурство. В Грудно прошел суд над вымогателем интимных фото и не только. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Время, за которое можно спасти жизнь. Ведущие врачи Грудничины обсудили, как можно диагностировать опухоль головы и шеи на ранних стадиях. Несоблюдение дистанции, бокового интервала и невнимательность к дорожной обстановке. ГАИ проверила гродненских таксистов. На площадях города уже устанавливают новогодние елки и украшения. В Беларуси в этом году впервые произвели зерна, более тонны на каждого человека. А теперь нужно обязательно удержаться на этом уровне, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Глава государства поздравил лидеров – Минскую область, Гродненскую и Брестскую. С урожаем более 100 тысяч тонн заканчивает сезон 21 район республики. Среди сельхозпредприятий впереди всех – Гастеловское Минского района, филиал «Правда Агро» агрокомбината Дзержинский и кооперативы «Гродненский» и имени Кремко Гродненского района. А также президент поставил новые задачи – нельзя останавливаться. Мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но успешно конкурирует с Новой Зеландией, признанным лидером в молочном мире. Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок даже дружественным странам – большая проблема. В Гродно пошел первый снег, но относительно ранняя зима не застала город врасплох, сообщили на предприятии спецавтохозяйства. Противогололедные материалы на готове, как и техника, которая уже заступила на дежурство. С самого утра оживленные дороги областного центра посыпают реагентами. В усиленном режиме работают и дворники. Если в прошлом году первый снег пошел по расписанию 1 декабря, то в этом немного раньше. Едва заметные снежинки кружили в воздухе еще несколько дней назад, а уже в пятницу деревья, газоны, тротуары и машины застелило белое покрывало. В связи с прогнозируемым понижением температуры и выпадения осадков была проведена превентивная посыпка. В данный момент для ликвидации зимней скользкости задействованы 17 единых техники. Было израсходовано около 130 тонн противогололедного материала. Также на городских территориях задействовало 146 уборщиков территории. Обильные снегопады, гололед и другие непредвиденные ситуации не исключают. Поэтому в случае необходимости на улице выведут дополнительную технику. Всего в арсенале спецавтохозяйства 72 машины и 12 механизмов. Заготовлено 20 тысяч тонн противогололедных материалов. Предоставить помощь готовы и сторонние организации. Заключено порядка 30 договоров. В Гродно прошел суд над вымогателем интимных фото и не только. Его жертвой стала 12-летняя девочка. Как впоследствии выяснилось, на счету обвиняемого уже были противоправные действия интимного характера. Чаще всего влиянию в интернете подвержены дети. У них еще не сформировалась полностью картина мира, а потому они ко всем относятся с абсолютным доверием, тем более ко взрослым. Этим в угоду себе пользуются интернет-мошенники, которые могут втираться в доверие, а после вымогать и даже шантажировать свою жертву интимными снимками. Кроме того, есть и те, кто склоняет несовершеннолетних к действиям сексуального характера. Так в городской прокуратуре рассказали о резонансном деле виртуальным вымогателем интимных фото у несовершеннолетней. 17 ноября 2022 года судом Ленинского района города Гродно вынесен обвинительный переговор в отношении 32-летнего жителя города Гродно, который, достоверно зная 12-летний возраст девочки, в одной из социальных сетей ввел с ней интимную переписку, склоняя ее выслать интимные фотографии и совершить с ним за вознаграждение иные действия сексуального характера при личной встрече. Обвиняемый ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением экскепиционистских действий. По настоящему уголовному делу он задержан в ходе встречи с несовершеннолетней. За вышеуказанное действие в отношении малолетней, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 169 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законном порядке. Несоблюдение дистанции, бокового интервала, непредоставление преимущества в движении пешеходам и превышение скоростного режима. ГАИ проверило гродненских таксистов. Добрый день, инспектор ДПС решит. Документы получат. За день несколько нарушений, рассказывает инспектор дорожной службы. То ремень безопасности у пассажира не пристегнут, то погодные условия при движении водителям такси не учитываются, а тут и пешеходный переход пересечен неправильно. Казалось бы, мелочи. Однако порой они и могут стать фатальной ошибкой. Услугами перевозок сегодня пользуется едва ли не каждый гродненец. Это самый быстрый способ добраться до местоназначения. Но важна здесь не только скорость, но и безопасность поездки. Иногда в погоне за очередным заказом таксисты пренебрегают правилами дорожного движения, полагаясь, пожалуй, только на удачу и уверенность в себе. Нередко такие необдуманные маневры становятся причиной серьезных аварий. В целом из 108 учетных дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в городе Гродно и Гродненском районе, 11 ДТП было совершено с водителем такси. При этом из 11 в 10 случаях виновны в совершении аварии были именно таксисты. Шесть дорожно-транспортных происшествий произошло по причине несоблюдения требований дорожных знаков, разметки или субфоров, а чаще всего это непредоставление преимущества на перекрестках. Вторая категория – это три наезда на пешеходов, один наезд на велосипедиста и один наезд на препятствия. В рамках ДКД по контролю за передвижением транспортного груза и пассажиров водителям такси на дорогах будут уделять особое внимание, рассказывает в Госавтоинспекции. Время, за которым можно спасти жизнь. Ведущие врачи Гродничины обсудили, как можно диагностировать опухоль головы и шеи на ранних стадиях. В Медицинском университете прошла научно-практическая конференция для специалистов со всего региона. Проблема опухоли головы и шеи в медицинском сообществе стоит давно. Особенность заболевания в том, что у большинства пациентов оно выявляется на третьей-четвертой стадии, когда провести радикальное, то есть хирургическое лечение уже нельзя. Единственный выход – весьма сложная и затратная химиолучевая терапия. Кроме того, в 40% случаях в течение года лечение заканчивается летальным исходом. Изменить статистику к лучшему можно, если развивать направление ранней диагностики опухоли головы и шеи. Об этом и пошла речь на конференции в Медицинском университете. Опытные врачи делились своими наблюдениями и методами работы. Например, если мы лечим рак гортани на первой стадии, то выживаемость пятилетняя может достигать 100% при использовании современных технологий, которыми мы обладаем. И сейчас, благодаря финансированию, будет уже в процессе получения лазерная установка для хирургического лечения таких заболеваний. Одна из главных проблем сегодня, отмечают медики, то, что пациенты просто не приходят на первичный прием к врачу при недомоганиях. А ведь именно плохое самочувствие может стать сигналом о тяжелой болезни. Обратить внимание, говорят врачи, также нужно на жителей сельской местности. Ведь именно у мужчин этой категории населения смертность гораздо выше, чем у жителей городов. В любом случае, залог успешного лечения – диагностика заболевания на начальной стадии. А также предопухоли заболевания, смежных специалистов – это врачи-специалисты, лор, также стоматологи, врачи общей практики, которые помогают на раннем этапе для выявления у людей, которые обращаются за первичной помощью или не обращаются за ней. И последующая – это передача врачам-специалистам онкологического профиля, хирургам, химиотерапевтам, радиологам, чтобы оказать своевременную помощь. Гродницкая область не выделяется в целом по республике из других регионов и как по количеству выявленных опухолей головы и шеи из других регионов. До Нового года осталось чуть более месяца, но на площадях города уже начали устанавливать елки и праздничную иллюминацию. Работа по подготовке началась еще с сентября. Поставить деревья успели на улице Советской, в Рублевского, проспекте Космонавтов и в микрорайоне Девятовка. Всего запланировано 10 елей. Самая большая по традиции на площади Ленина. Ее высота составит 32 метра. Для украшения города используют 117 светодиодных динамических конструкций, которые расположатся в разных частях города. Это центр, выезды из города и микрорайоны. Улицу Советскую будем полностью делать в новом формате украшения елки. Будут использоваться новые светодиодные украшения, которые имеют очень много программ, будут менять полностью красоту. Это в среднем где-то 8075 светодиодов. Если взять по протяженности, то на одну Советскую это будет почти 1800 метров гирлянда. Монтаж праздничных деревьев займет некоторое время. Первым делом установят каркасы, затем их оформят с помощью живых и искусственных елей. После чего приступят к самому украшению. По словам специалистов, это произойдет в понедельник 21 ноября. Полностью город преобразится до 1 декабря. Выставка «Эпоха СССР» к столетию образования Советского Союза открылась в отделе искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского. Всего собрано более 700 экспонатов целой эпохи от Ленина до Горбачева. Они принадлежат фонду библиотеки и частной коллекции Александра Севенко. Это книги и журналы, значки и медали, старинная техника, которая была в доме у каждого советского человека, а также самовары, граненые стаканы и бутылки из-под кефира. Интерес у посетителей могут вызвать советский компьютер, арифмометр, логометрическая линейка, калькуляторы и игрушки тех лет. Самый большой экспонат выставки – это телерадиола «Беларусь-5», выпущенная в далеком 1959 году. В корпусе умещался телевизор, радио, электропроигрыватель, пластинок и усилитель колонки. Придя на нашу выставку, можно окунуться в атмосферу эпохи. Я думаю, что старшее поколение вспомнит юность, молодость свою, ну а молодое познакомится с этим загадочным временем, по которому так ностальгирует наше старшее поколение и узнает, что же было в нем такого особенного. Так что любой желающий сможет ее посетить. Мы проводим также экскурсии для молодежи, для старшего поколения. Я думаю, хотя старшее поколение, конечно, может нам еще и самим что-то дополнить и рассказать об этом. Любой сотрудник отдела расскажет о выставке. Можно приходить в рабочее время. Библиотека работает без выходных, с пятницы по воскресенье с 10 утра до 6 часов вечера. Экспонаты пробудут здесь до начала марта. Самые старые экспонаты, они как ровесники Советского Союза. Здесь есть книжки первого года существования СССР. Есть книга Ленина 24-го года, еще прижизненная. Каждый коллекционер по-разному собирает свои экспонаты. У нас в городе есть цивилизованная площадка такая, это клуб коллекционеров. Каждое воскресенье собирается, там можно много чего найти. И даже не за деньги, а просто произвести обмен на что-то ненужное, то, что собирают другие коллекционеры. А теперь новости от игры «Удача в придачу» с Евроопт. В 172-м туре игры «Удача в придачу» своих обладателей нашли крупные денежные призы. 50, 40, 30 тысяч рублей. Квартира в Минске, новый автомобиль «Джили Атлас Про», а также 15 смартфонов «Самсунг Галакси А73» и 10 тысяч других денежных призов. А победителей минувшего тура помогли определить наши звездные гости. Что пожелаете нашим игрокам? Удачи. Конечно же, удачи – это главная тема передачи, главный слоган, в конце концов, это ее название. По итогам 172-го тура игры «Удача в придачу» золотые ключи от столичной квартиры достались Марине Яголовичу из города Вилейка. В народную игру Марина играет давно, только вот выиграть по-крупному не удавалось. И вот спустя некоторое время победительница все-таки поймала свою удачу. Как вы узнали, что выиграли квартиру? Мне позвонили по телефону ваши коллеги. Я сразу не поверила, потому что, знаете, сейчас предупреждают много мошенников, им надо быть бдительными. Но, оказалось, начали звонить настойчиво. Муж поднял трубку и услышал, что да, действительно, это правда. Это правда. Ну что же, тогда мы от всей души поздравляем. Три-четыре. Ура! Ура! Квартира. Ура! И там поддержали. Вот молодежь, а молодежь. Новый автомобиль «Джили Атлас Про» отправился в деревню Чеботовичи к Ольге Чуйко. Во время церемонии награждения победительница призналась, что с супругом они уже давно вели разговор о покупке нового автомобиля. Однако фортуна опередила их мечты. Как это настроение? Хорошее. Хорошее? Не могу просто до сих пор поверить, что на нашу машину. Что не можете? Насадили целую машину, это все ваши, да? Да, двое детей. Так. И бабушка. Давайте мы сейчас сразу спросим, как у вас дела. Ребята, привет! Привет! Как дела? Нормально. А что это у вас за машина такая? Красная. Красная? А чья она? Мамина. Мамина? А где мама такую машину взяла? Выиграла. 50 тысяч рублей выиграл Валерий Свекла из поселка Михановичи. Фортуна ворвалась к победителю неожиданно, а потому понадобится еще немного времени, чтобы поверить в свой выигрыш и осознать, что именно он обладатель такой крупной суммы. Когда вам позвонили из нашей игры «Удача-придача», вот вы где находились? Только приехал с командировки. А вы где работаете вообще? Компания «Газпромнефть». А, точно, вы серьезный человек. «Газпромнефть». Приехали с командировки, уставший, домой, и тут такой звонок, да? Да, звонок. Говорят, Валерий Иванович, так и так, у нас тут для вас сюрприз. Ну, думаю, как и обычный развод, но, казалось, нет. А вот Евгений Картун играет в народную игру «Удача-придачу» давно, однако Фортуна улыбнулась только сейчас и принесла ему 40 тысяч рублей. Мы пришли в студию, где именно отсюда вам позвонили и сообщили, что вы выиграли 40 тысяч рублей. Как это было? Пришел домой, тут позвонила бабушка жены и говорит, вы выиграли. Женя, вы выиграли в рожке? Да, да, да. Я сразу не поверил, а потом уже позвонили со студии. И сказали, что выиграли. Ну, сразу сказали, что? Или там интригу дали? Сразу не сказали, что. Куда будете тратить? 40 тысяч рублей для белорусского инженера – это какая цель? Ну, пойдет на улучшение жилищных условий. То есть хотите балкон застеплить? Увеличить. Пристроить. Ну, а 30 тысяч рублей отправились к Наталье Никитинской из городского поселка Лиозно. Когда-то победительнице уже улыбалась удача, только не в таком крупном размере. Впрочем, спустя время фортуна щедро наградила терпеливую участницу игры. Твоя мама только что выиграла 30 тысяч белорусских рублей. Это большие деньги. От души вас поздравляем. Вот, сейчас вы видите на экране, Марина Грицук подписывает сертификат. Это ваша сумма, это ваши деньги. Вы их выиграли. Наталья Михайловна, от души вас поздравляем. Мы видим, что вы удивлены. Спасибо большое. Вот это вообще не ожидала. Друзья, а мы напоминаем, что в самом разгаре 173-ти тур игры «Удача в придачу». Победители ждут крупные выигрыши. Квартира в Минске 50, 40 и 30 тысяч рублей. А также новый автомобиль BMW X1 и 10 тысяч других денежных призов. Это игра «Удача в придачу». Если играть, обязательно повезет. История о любви и не только. В исполнении Вячеслава Гришечкина, Екатерины Вуличенко, Дмитрия Исаева, Евгения Воловенко. Настоящая история о любви, верности, ненависти и обмане. То есть обо всем, что возможно в семейной жизни. Не пропустите спектакль «О чем мечтает женщина» 24 ноября на сцене Драматического театра. Телерадиовещательному каналу «Гродно Плюс» требуется на постоянную работу телеоператор. При необходимости обучим навыкам и нагородним поможем с жильем. По всем вопросам обращайтесь по номеру 0152 62 07 86 с 8.30 до 16.30. Резюме отправляйте на нашу электронную почту с пометкой «Вакансия телеоператора». Информация от партнера программы МТС в салонах связи и интернет-магазине МТС. Популярный смартфон Redmi Note 11 различных конфигураций можно приобрести в рассрочку со скидкой 11%. Акционное предложение действует с 11 по 23 ноября. Подробности на сайте mts.by и по телефону 210. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на «Гродно Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин